Короче говоря, меня украли! Проснулась я как обычно в своей кошачьей голове. Утро было солнечное, Аня купила ловцо снов. Я перышки люблю. Сначала я решила их уничтожить, потом передумала. Пошла умылась. Проверила человеческую сковородку. Ничего мне пожрать не оставили. Одни свои печенюшки. Ладно, ладно. Побила один цветок. Второй. Третий. Четвертый. Юмичу лизнула меня прямо в глаз. Пятый. Софи сказала, так делать нельзя. Шестой. Песели продолжали на меня ворчать. Седьмой. До восьмого не достала. Хотела отомстить и разбить зеркало, но потом увидела их. Вкусняшечки. Заколебалась с этой дурацкой упаковкой, но я их победила. Сожрала все, но на последнюю силу не хватило. Закон подлости. Обожралась так, что встать не могла. Ух, киса Алиса, чё ты творишь, кошмар. Аня это не понравится. Пока бяка внутри меня переваривалась, пошла посмотреть новое видео на нашем общем семейном канале Magic Family. Там сегодня вышел такой эпик влог. Аня спасала нашу скромную Мишу лайк из воды. Это было очень жестко. Подумала заслушивать лайка. Поставила лайк. Написала комментарий. Если ты еще сегодня не видел это видео, потом сходи и посмотри обязательно. И подписочку там нажать не забудь. Потом я сходила в наш инстаграм. Это я и Юмичу. Кстати, а ты в курсе, что у нас будет фан-стреча? 2 июня в Москве в парке Сокольники в 15.30. Мы будем тебя там ждать. Вход бесплатный. Но надо зарегистрироваться. Я оставлю ссылку на их сайт внизу в описании. Приходи на нашу мэджик-стречу. Не забудь. Потом увидала новую люстру в зале. И со второго раза допрыгнула. Прикольно звенят звеняшки. Эта шкурка на стуле меня всегда бесила. Киса Лиз, ты что? Блин, она упала на меня. Как я отсюда выбрался? Помогите. Киса Лиза, хватит беспределить. Вот именно. Перестань уже рушить все в доме. Поцарапала антистресс подушку. Успокоилась. Увидела среди посылок. Одну приоткрытую. Залезла расковырять. Скинула на пол. Ух ты. Киса Лиза, ну ты даешь. Вот ты молодец. Давайте посмотрим, что там внутри. Вдруг там вкусняшка какая-нибудь есть. Вот так всегда. Когда рушишь что-нибудь, они ходят и ворчат. А как достанешь им посылку с вкусняшками, так они сразу молодец. Вытащила какую-то пачку. Оказалось, не мои лакомства. Зато, кажется, для нас. Пошла дальше рыться. Вдруг там что-нибудь для меня будет. Ничего интересного для себя не нашла. Обидненько. Зато, когда Аня найдет развороченную посылку. Скажешь, что это они ее раскрыли и все там сожрали. В зале увидела инопланетную пупырчатую пленку. Целую гору. Это же даже круче, чем прятаться в коробках и зарываться в пакетах. Это настоящая фикшн. И никто меня не достанет, не достанешь, не достанешь, не достанешь. Кисалис, ты что там? Ты там не задохнешься? Что-то мне тут и правда нехем дышать. Ох, да ну нафиг. Ну ты даешь, Кисалиса. Понаблюдала за стиральным монстром. Всегда мечтала попасть внутрь и покрутиться там. Но говорят, это очень опасный атеракцион. Кисалис, ты это куда это? Потом закрыла всех с дома. А сама пошла гулять на улицу. Кисалис, ты куда? Выпусти нос. Ага, фиг вам. Увидела какого-то гигантского красного червя. Проверила, вроде мертвый. А он как напал на меня, напал. Фу, испугалась. Дурак, дурак, дурак. Вроде умер. Я непобедимый котом монстр. Понял, понял. Козел. Увидела какую-то красную штуку. На ней написано, осторожно. Что-то предупреждает меня от какой-то опасности. Ага, конечно, вы увидели. Пошла гулять. Анька косила траву. А я как запрыгнула на газонокосилку. И каталась, и каталась. Короче, завела себе личную тачку. Но она потом почему-то остановилась. Я подумала, сломалась что ли. Пошла пешком. Увидела какую-то большую белую бочку. Ходят слухи, в таких перевозят корм. Прыг на нее. Смотрю, а там, кажется, вода. Корм под водой спрятали от меня. Бум-бум-бум. Вроде корма-то в войне. Вот волны, ничего там нет. Нашла какую-то странную скорлупку. Это точно была скорлупка от яйца. Неужели оно с дерева упало и разбилось? Значит, где-то тут были птички. А птичек я кушать люблю. Нашла еще одну скорлупку. Та была голубая. Решила начать свое скорлупочное детективное расследование. Увидела под крышей сарая начинающееся гнездо. Ага, попались. Значит, вы себе там дом сделали. Решила попробовать до него доползти, как настоящий скала лаз. Ползла-ползла. Уже все лапы в занозах от этого сарая. Все ползла-ползла и никогда ползти не могла. Последний рывок и как скатилась нафиг. Блин. Но детектив-кота монстра не сдается. Я увидела в своем поле зрения птичку. Видимо, она мама или папа этих самых яичек. Начала свою слежку. Я должна ее поймать и допросить. А потом съесть. Спряталась за телегу. Она была где-то тут. Последний взгляд на ситуацию и... Детективный рывок-прыжок. Блин. А куда она делась? Улетела? Почему ее нигде нет? От меня сбежал скорлупочный преступник. Ну ничего. Я тебя еще скоро найду и поймаю. Упала в огромную яму с водой. Ну это такая рыть яма у меня на пути. А может это была ловушка? Ветер прокрыл калитку. Это точно знак. Вышла с территории дома. Только на речку в этот раз я не пойду. А то опять что-нибудь уроню и утону как в прошлый раз. С дорогами надо быть аккуратнее. Тут машины ездят. А то будет как с Сейвоном в новом видео на Джек Фэмили. Когда он на дороге остановился и тут автомобиль как гонит. Ну нафиг. Засела в парове в засаду. Посидела. Ничего интересного не произошло. И очень жарко. Как настоящий супер кота монстр побежала в тенек и запрыгнула на дерево. Залезла. Зацепилась. Сижу такая на дереве. И тут вдалеке вижу какой-то дом странный. Видимо заброшенный. Решила сходить проверить. Если вокруг меня заговор надо быть аккуратнее. Быстро пробиралась к странным заброшенным зданиям. Вдруг услышала шаги чьи-то на дороге. И тут ко мне подходит какой-то большой страшный мужик. И берет меня. Запихал меня своими грязными перчатками все в куртку. И понес в сторону этих заброшенных домов. Ты что козел меня украсть захотел? А он молчит курткой меня закрою. И мне дышать там совсем нечем стало. И вот тут я сознание это и потеряла. Очнулась я в какой-то странной комнате. Снаружи были какие-то непонятные звуки. Не могла я их разобрать. Комната была темная. Похожа на чердак что ли. В ней горел синий свет от подсветки. И фонарики новогодние. Обстановочка не очень. Я не сдавалась и стала изучать территорию. Принюхивалась. Разглядывала что тут есть. Что вокруг чтобы понять где я нахожусь. И куда он меня спрятал этот похититель. Вор подлый. Я увидела что по середине комнаты стоит какой-то столик. А на нем черная коробка. И фонарик зачем-то. Решила взять и включить фонарь. И все хорошенько осмотреть. И коробку заодно проверить. Включила фонарь. Вроде ничего не случилось. Я давай рыскать по комнате тихонечко с фонариком. Вдруг что важно я замечу или найду. А может и выход увижу. Мои предположения что это чердак подтверждались. Нашла зеркало. Все в пыли страшное. Капец. Какие-то коробки. Вещи чьи-то. Чемоданы тут. Мебель. Надо бы все это разобрать и посмотреть. Что там есть. Вдруг что-нибудь что пригодится мне для моего спасения. Разглядывала. Разглядывала. Слишком много барахла. Сколько времени у меня уйдет на то чтобы весь этот чердак перерывать. Выхода никакого пока не нашла. И решила вернуться к той черной коробке на столе. Вдруг мне есть решение моей проблемы. И кто ее сюда положил. И зачем она была тут. Или просто так. А фонарик. Кто мне подложил специально. Или это тоже ловушка. Звуки снаружи на время пройтихли. Я смотрела на коробку и мне было почему-то очень страшно ее открывать. А в голове роились всякие теории. А вдруг это бомба. Вряд ли кто-то хочет меня взорвать. А вдруг в этой коробке рой пчел. Я ее открою. Они вылетят и меня тут сожрут. Да ну бред. А вдруг в этой коробке куча лакомств для меня. Чтоб мне было чем тут на чердаке питаться в плену. Вряд ли похититель такой добрый. Начала открывать коробку. Тихонечко. И тут какой-то странный звук меня испугал. Откуда он был. И я бегом под стол спряталась. А потом вспомнила что фонарик то не выключила. Я обратно к фонарику. А он не выключается никак. Фу. Выключила. А он упал так громко. Блин. А звук приближался. Я глаза закрыла. И звук прошел. Я притихла. Вдруг это ловушка. Сейчас подожду несколько секунд. И если звук снова не начнется. Надо срочно открывать коробку. Снова включила фонарик. Снова направила на коробку. И тут снова этот звук. Короче говоря. Меня похитили. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова